Здравствуйте дорогие друзья! В этом видеоуроке мы рассмотрим с вами как в программе PogoMax Designer использовать анимации из строенной библиотеки, а также как запускать видео и фотографии с компьютера. Для начала переходим ко вкладке анимации и нажимаем на нее один раз левой кнопкой мыши. После этого откроется окно выбора категории анимаций. Чтобы выбрать анимацию, необходимо нажать на нее двойным кликом мыши. Далее откроются анимации из данной категории. Чтобы вернуться к выбору категорий, необходимо нажать на кнопку назад. Выберем анимации. Чтобы выделить одну анимацию, необходимо нажать на нее один раз левой кнопкой мыши. Чтобы выделить несколько анимаций, необходимо зажать левую кнопку мыши и следующим образом выделить нужные анимации. Чтобы выделить все анимации в данной категории, на клавиатуре необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl A. Для примера выберем одну, любую анимацию. Нажимаем на кнопку Добавить. Выбранную анимацию необходимо вставить в область. Наводим курсор мыши на нужную область, после чего она подсвечивается зеленым цветом и ее название отображается в правом верхнем углу экрана. Так как это новый проект, по умолчанию здесь имеется только одна фоновая область. Вставляем анимацию на левый клик мыши. Как мы видим, анимация запустилась и вставилась в область. Если необходимо добавить анимации в данную область, это делается следующим образом. Анимации Выбор категорий Выбор анимации И вставляем фоновую область. После этого откроется окно Добавление анимации в область с контентом. При нажатии на кнопку Заменить, произойдет замена на те анимации, которые мы только что выбрали. Добавить означает, что анимации, которые мы выбрали, добавятся к тем, которые уже существуют в данной области. Отмена отменяет данное действие. Выберем вариант замены. Далее рассмотрим вариант, когда в проекте имеется несколько областей. Создадим области и вставим в них анимации. Как мы видим, при наведении курсора на область, она подсвечивается зеленым цветом и ее название отображается в правом верхнем углу экрана. Вставляем анимацию на левый клик мыши. На этом мы разобрали с вами, как использовать анимации из строенной библиотеки и вставлять их в области. Работа с видео и фотографиями с компьютера происходит подобным образом. Переходим ко вкладке контент с компьютера. В данном окне выбираем нужный нам файл. И вставляем его в нужную область. На этом данный видео урок закончен. Увидимся с вами в следующих видео.